Конечно, песня безбаяна, какой же завтрак без Роксаны? Ну вот, зырвак у нас готов, это вот эта вот масса уже приготовленная, по-узбекски называется зырвак или зырвак? Зырвак. Зырвак. Милые хозяйки, прежде чем мы заливаем водой вот эту вот обжаренную массу лука, моркови и мяса, мы туда кладем чеснок. Чеснок, причем чем больше его, тем вкуснее плов, это я знаю по опыту. Внимание сейчас, это очень ответственный момент, сколько мы должны налить воды, это для наших хозяек, чтобы плов получился стопроцентным? Все закрыло, чтобы было. Так, с этим мы определились, теперь вот эти вот специи мы добавляем, добавляем по вкусу. Чинза немножко добавим, зыра добавим и соль добавим. Теперь, милые хозяйки, самый важный момент, это рис. Расскажи, пожалуйста, про рис, что мы с ним делаем. Сколько нужно на килограмм мяса риса? Килограмм мяса? Рис надо полкило. Ну вот, мы теперь засыпаем рис. Мурот, скажи, пожалуйста, давай-давай, работай, работай. Чеснок возьмем, я скажу. А, а у меня все остается. Нет, у меня все-таки ферганский плов с губаяновским вкраплением, я бы так сказала. Ну, я прислушаюсь к мнению профессионала и теперь обещаю вытаскивать чеснок, потому что правило есть правило. И теперь мы плов готовим на среднем огне. Пока. В среднем огне. На среднем огне. Ну, а теперь новость. А вы знаете, что на Востоке говорят? Покажи мне тот рис, который ты ешь, и я скажу, кто ты. Ну вот. Я держу в руках готовое блюдо с пловом. Потрясающей вкусноты. Это я вам гарантирую, потому что я считаю, что плов одно из самых вкусных вообще в узбекской кухне блюд. Очень многие не знают, как правильно есть плов. Я всегда ем руками, потому что когда ешь плов руками, вкус у него совсем другой. И предлагаю вам пренебречь условностями и попробовать вместе со мной. Спасибо.